Открытые слушания в Комитете по надзору Палаты представителей США о неопознанных летающих объектах и возможном присутствии внеземных технологий на планете вызвали настоящий ажиотаж. Перед дверями зала заседаний выстроилась длинная очередь, полная заинтересованных американцев. От репортеров и ученых до священников, студентов и энтузиастов НЛО. Персонажей в костюмах зеленых человечков, правда, замечено не было. Этот мир волнует два главных вопроса. Что происходит, когда мы умираем и одиноки ли мы во Вселенной? Пентагон как раз говорит о втором вопросе сейчас, и это страшно интересно. Вряд ли те из нас, кто интересуется этим предметом, узнают сегодня что-то новое. Но очевидно, что рано или поздно правда окажется на поверхности. На слушание приглашены трое информаторов, два военных летчика и агент разведки, которые делают довольно интересные заявления о том, что Соединенные Штаты сбили летающий объект и извлекли останки инопланетного организма. Один из этих ребят годами проводил для президентов ежедневные брифинги. Так что да, эти слушания – большое дело. Бывшие военные летчики дали на слушаниях показания о многочисленных свидетельствах появления НЛО в воздушном пространстве страны. Некоторые правительственные ведомства имеют больше информации об НЛО, чем они готовы обсуждать. Практика чрезмерной секретности держит эту критически важную информацию за семью печатями. С 2021 года все видео НЛО носят гриф «секретно» или «совершенно секретно». Этот уровень секретности не только мешает нашему пониманию феномена, но и способствует появлению спекуляций и недоверия. Летчики отметили, что сегодня многие в их рядах попросту боятся говорить об увиденном, опасаясь на смешек коллег или проблем с медкомиссией. Нам необходима система, которая бы позволяла летчикам сообщать об увиденном без страха потерять работу. В наших рядах тема НЛО стигматизирована и окружена страхом негативных последствий либо со стороны начальства, либо во время ежегодного медосмотра. Один из разоблачителей, так в США называют федеральных сотрудников, сообщающих о проблемах в своих ведомствах, бывший сотрудник разведки Дэвид Граш. В 2019 году получил задание собрать информацию о программах высокой секретности в правительстве США, но столкнулся с противодействием в своей работе. На слушаниях в Конгрессе Граш заявил, что на хранении в федеральном правительстве есть аппараты внеземного происхождения и останки неких нечеловеческих форм жизни. А в Пентагоне существует многолетняя программа по сбору и реконструкции таких объектов. Граш при этом ответил, что сам он лично ни НЛО, ни останков пришельцев не видел и не может разглашать подробности о программах, которые упоминает. Во время выполнения моих официальных обязанностей мне сообщили о многолетней программе поиска и обратного проектирования НЛО. Мне было отказано в доступе к этим материалам, когда я запросил его. На основе собранных мною данных я принял решение сообщить эту информацию моему непосредственному начальнику и нескольким генеральным инспекторам. И по сути я стал разоблачителем. Как вам уже известно, я понес наказание за свое решение, но надеюсь, что мои действия в конечном итоге приведут к большей прозрачности нашей системы. Что касается останков, я предпочитаю термин нечеловеческого происхождения, так как не хочу ограничивать их классификацию. Такой термин оставляет больше пространства для науки. Как я уже публично заявлял, у федерального правительства есть о них представления еще с 1930-х годов. На возмущенный вопрос американских законодателей о том, кто платит за эти программы, Граш ответил, что финансирование этих усилий вынесено за пределы контроля Конгресса и осуществляется за счет нецелевого использования средств. В Конгрессе пообещали добиться от Пентагона ясности. Мы должны сказать ребятам в Пентагоне, что это они работают на нас, черт подери, а не мы на них. Это главное. Это вопрос прозрачности правительства. Мы не можем доверять правительству, которое не доверяет своему населению. Мы не тащим на слушание маленьких зеленых человечков или летающей тарелки. Извините, что разочаруем половину из вас. Мы здесь, чтобы узнать факты. Вопросом НЛО активно интересуются и в Сенате. В июне республиканцы и демократы объединились в работе над законопроектом, который обяжет правительство разгласить данные о возможных инцидентах с НЛО. Представитель Министерства обороны Сьюзан Гофф выступила с опровержением заявлений Граша, заявив, что расследующая комиссия «не обнаружила какой-либо поддающейся проверке информации о существовании в прошлом или в настоящее время программ, касающихся внеземных материалов». Впрочем, Конгресс и Пентагон согласны в одном. НЛО, если они существуют, определенно представляют угрозу для национальной безопасности страны. Как решать эту проблему, пока не знает никто. Ева Болдина, Дмитрий Шахов. Голос Америки, Вашингтон.